Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. После того, как Баран был застрелен, пока Дилан плакал у его постели, Нехат снова пытался прицелиться, на этот раз подошел Тарик и сказал «стой». Когда он не останавливается, Тарик стреляет в Нехата, чтобы завоевать расположение Барана и Дилана и бежит к ним. Он обнимает Чинара и пытается его успокоить, чтобы он не боялся. Тогда он сразу же просит помощи в машине скорой помощи. Дилан умоляет Барана «пожалуйста, не оставляй меня одного». Даже если у Барана проблемы, не бойся, я не оставлю тебя, потому что я так тебя люблю. Когда он закрывает глаза, Дилан кричит и кричит «Баран!». Пока госпожа Азади кормит Хасана, госпожа Хаджер и Джейда сидят в стороне и наблюдают за ними, обмениваясь с Хасаном резкими взглядами. Тем временем к ним приходит господин Кудрет, в панике разговаривая по телефону. Когда госпожа Азади спрашивает, что случилось, мой сын, она говорит, что они застрелили моего сына, они спрашивают, кто стрелял в нее, и она говорит, что Нехат стрелял в нее. Когда господин Кудрет говорит, что собирается в больницу, все в панике покидают особняк, говоря, что госпожа Хаджер тоже придет. Пока Тарик Чинар ждет на руках перед больницей, Чинар-Баран говорит, они спасут моего дядю, да. Папа, я его очень люблю, мне очень грустно. Тарик говорит, не волнуйся, сынок, ничего не произойдет и велит водителю отвезти Чинара домой. Тем временем Дилан хватает носилки и бежит вместе с медиками, ни на мгновение не отпуская Барана. Пока Акиф и Берфин обсуждают работу на Гэжу Айхан, у Акифа звонит телефон и приходит новость о том, что Барана застрелили. Они сразу же отправились вместе в больницу. Пока они берут Барана и вмешиваются, его насыщенность падает слишком сильно, и когда его сердце останавливается, они пытаются перезапустить его сердце с помощью электрошока. Дилан плачет перед дверью, Баран, ты обещал мне, не отказывайся от нас, я жду тебя, я буду очень сильным, обещаю. Пока Дилан ждет хороших новостей изнутри, к нему приходят госпожа Азади и господин Кудрет. Идя туда, господин Кудрет говорит, о боже, не дай мне испытать боль другого ребенка. Боль моего и фрата все еще в моем сердце, пожалуйста, помоги мне. Когда Дилан видит их и говорит, что он жив, они оба расплакались. Джейду беспокоит их печаль, и она уходит, думая, что если я останусь еще дольше, я утону. Когда Дилан спрашивает, где находится Чинар и как он, госпожа Азади отвечает, с моей дочерью все в порядке, она со своим отцом. Когда Дилан говорит, что с Баран все будет в порядке, мы пообещали друг другу, что она сильная, Баран очень сильная, с ней соглашается господин Кудрет. Пока операция Барана продолжается, Баран видит себя в темном тупике между жизнью и смертью. Дилан все время молится и говорит, пожалуйста, держись, любовь моя, я здесь, наша история не должна заканчиваться так, ты не можешь оставить меня одного, ты не можешь уйти, ты не сделаешь этого. Мне, зная, что я не могу без тебя, я даже не могу дышать без тебя, пожалуйста, Баран. Собираясь войти в больницу, Акиф и Берфин встречают Джейду. Когда Джейда удивляется и спрашивает, откуда вы двое, Акиф удивляется и говорит, мы встретились, когда Берфин приходил, Джейда, и они вбегают внутрь. Джейда не очень-то в это верит и говорит, пусть будет так. Дилан помнит, что произошло, когда он хотел пойти к раковине и умыться. Он плачет и пытается смыть кровь Барана со своих рук. Затем он вспоминает момент, когда Дилан попал в руки торговцев людьми, пытавшихся найти Мирана. Моменты, когда Берон подарил ей серебряную пряжку с цветком, которую он специально разработал, мелькают в ее памяти, как кинолента. Он умывается и пытается успокоиться. «Ничего не нужно, Баран, ты никуда не пойдешь, ты будешь продолжать дышать, ты будешь продолжать жить, пожалуйста, остаться живым для меня, для нас, пожалуйста», плачет он и падает. На колени и плачет, говоря «нет». Пока Тараку становится не по себе у дверей больницы, думая о том, что сказал Чинар, приходят Хаджер, Ханым и Джейда. Когда госпожа Хаджер спрашивает, жив ли он еще, Тарик злится, думая о том, что случилось бы с Чинаром. Когда госпожа Хаджер злится и говорит, опомнись, Чинар в порядке, но Баран все еще жив, и он должен умереть сейчас, ты меня понимаешь, Тарик с амбициями входит в больницу, и Джейда следует за ним. Хасан пользуется тем, что в особняке никого нет, и продолжает свою работу, чтобы встать на ноги. И вот он встает и начинает ходить, хотя и медленно, а еще он начал говорить, мотивируя себя. Он рассказывает ему, что может случиться в связи с расстрелом Акифа Барана, и что он будет заниматься этим вопросом. Тарик говорит, что, слава богу, с Бараном ничего не случилось, мы семья, я сделал свое дело. Как только госпожа Хаджер слышит это, она приходит к Тарику и злиться, спрашивая, спасли ли вы Барана или убили Нехата. Тарик спрашивает, что еще я должен был сделать. Должен ли я был смотреть, как он стреляет. Должен ли я был ждать, пока он застрелит Чинара. Госпожа Хаджер, придите в себя. И Джейда, и госпожа Хаджер злятся на Тарика, потому что вы преувеличили проблему Чинара. Когда к деланам приходит врач и сообщает, что состояние Барана хорошее, пулю мы успешно удалили, теперь будем ждать, пока он придет в себя, все очень довольны, кроме дамы Хаджер. Прежде чем Дилан Берон придет в сознание, подойди к ней и открой глаза. Я тебя огорчил, я тебя бросил, я не знаю, как я мог это сделать, как я мог тебя оставить, теперь думаю, так было до тех пор, пока я не увидел тебя. Все было очень сложно, я очень страдала без тебя, не только не смогла найти нашу Миран, но и быть без тебя меня утомляла, теперь мы воссоединились. Мы не смогли найти нашу Миран, но можем встретиться с ее болью. Вместе. Я верю, что вместе с тобой мы сможем преодолеть эту боль. Не отказывайся от нас. Я обещаю тебе, что сделаю все, что в моих силах. Пока ты откроешь глаза, после Мирана тебя не будет. Я не выдержу этого. Я знаю, ты не оставишь меня. Ничего, если ты не смеешься и не разговариваешь, пока ты не уходишь, пожалуйста, открой глаза, плачет он и кладет голову барану на плечо. Пока Берон все еще ищет путь и свет в этой темноте, он вдруг видит свет и смотрит на него. В этот момент он шевелит пальцами, Дилан сразу замечает это и становится счастливым. Когда Чинар лежит в постели, Тарик приходит к нему и спрашивает Чинара, ты спас меня, не так ли, папа? Тарик говорит, я сделаю для тебя все, мой дорогой сын, я очень тебя люблю и целует. Ему. Тем временем он наблюдает за ней с порога и гримасничает. Пока Дилан наблюдает за бараном из окна, Берфин приносит ему что-нибудь поесть и говорит Дилану, что с бараном все будет в порядке и он проснется. Дилан, я знаю, что она проснется. Мы прошли через большую боль с бараном сначала, мы были испытаны кровной местью. Мы оставили все это позади, злобу, ненависть, злобу. Кажется, любовь превосходит все. Он говорит о силе любви, говоря, что благодаря любви в твоем саду, где никогда не растет трава, расцвели цветы и говорит, что мне следует переодеться, чтобы Берон не видел меня таким. Он снова подходит к комнате барана и продолжает наблюдать за ним, даже не моргнув. Пока госпожа Азади читает Коран барану в особняке, господин Кудрет смотрит на семейные фотографии Феррата и Гуля и плачет. Акиф очень сожалеет о баране и говорит, что баран ему очень дорог и что они дружат со школьных лет. Он говорит, что когда он впервые пришел в школу, он сел рядом с бараном и списал экзамен по математике, а затем несколько дней говорил о математике. Потом они идут к Дилану, приносят ему кофе и говорят, что тебе нужно отдохнуть. После того, как Дилан говорит, что барану просто нужно открыть глаза, и я послушаю вместе с ним, он говорит Берфину, что тебе лучше пойти и позаботиться о Чинаре. Когда Берфин говорит, мой разум останется с тобой, Дилан говорит, не волнуйся обо мне, но ты знаешь, Чинар, его разум останется здесь. Берфин убежден, говорит Дилану позаботиться о себе и уходит. По дороге в школу Ипек носит пряжку, которую Берфин подарил ей, и говорит отцу, я действительно очень любила сестру Айши, почему она уволилась с работы, разве она не любила нас? Когда Акиф спрашивает, может быть, у него семейные проблемы или что-то еще, Ипек отвечает, если ты поговоришь с ним, мы ждем тебя, когда твоя работа будет закончена, Акиф обнимает ее и говорит, иди и посмотри. Когда госпожа Хаджер видит, что Тарик находится в особняке, она спрашивает, что ты здесь делаешь. Тарик говорит, что мне делать, мама, все, что я делаю, влияет на нас, и ее положение серьезное, она не просыпается. Вверх точка. Госпожа Хаджер оказывает на вас давление, говоря, что вы должны завершить работу, которую оставили незавершенной. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok